Мы выбрались на очередную прогулку с Соболем Бадди. В первый раз после долгой зимы мы гуляем в парке. Соболь очень пугливое животное. И несмотря на то, что Бадди довольно социален, ему не очень нравится, когда к нему приближаются другие люди. Бадди очень нравится на площадках для тренировок. Там столько всего занятного и Соболь всегда находит себе очень полезное занятие. Любимый тренировочный снаряд Бадди это несколько шин связанных вместе и подвешенных на турникет. На прогулке мы всегда ходим с переноской Бадди. Во время прогулки переноска превращается для Соболя в его маленький домик, куда он может спрятаться и почувствовать себя в безопасности, если вдруг что-то напугало его. Падди не очень любит гулять по мокрой траве или по грязи. Если он гуляет в мокрую погоду, он часто запрыгивает в переноску и вытирает там лапки. Ему некомфортно от грязи или от мокрой травы. Шины просто покорили Соболя. Ему очень понравилось на них сидеть и лазить внутри. И если в мокрой траве Соболю было некомфортно, то вот в мокрой шине потереться обо всё прямо в самый раз. Ну что, красавчик. Смотри, как ему понравились эти колеса. Чё, крутые колеса, да, Бадь? Ну он сейчас тут вообще ему понравится. Ты смотри, тут как бы всё для него. Нас часто спрашивают о том, как мы приучили Баде гулять. Начали мы с того, что подобрали ему оптимальное снаряжение, так сказать. То есть мы выбрали ему ошейник. Дело в том, что Соболю не подходят шлейки. Из шлейек он с легкостью выскальзывает. И это может быть очень опасным. В первую очередь для него самого. Ошейник должен быть комфортным. Обязательно кожаным и обязательно круглым. Такой ошейник не будет стирать шерсть и натирать шейку. Даже если Соболь будет долго в нём находиться. Затем мы выбрали несколько мест в парке, куда начали приносить Баде в переносочки. Это должны быть одни и те же места, чтобы Соболь мог их изучить, запомнить, пометить. И тогда он будет комфортно чувствовать себя на прогулках в этих местах. Ну чуть-чуть там есть. Всё, короче. О, боже, красота-то какая. Он там ещё обтирается, он типа метит, что всё его, прикинь. Ага, надо будет его дома как-то протирать какой-то антибактериальной салфеткой, что ли, как обычно. Бадюша, ну что, как? Короче, я остаюсь тут жить. Прогулки мы начинали с 20 минут. 20 минут Соболь находился вне переносочки, потом он запрыгивал в неё, мы его запирали, и дальше просто сидели на этом месте ещё какое-то время, чтобы Соболь привык к запахам. Потом мы постепенно увеличивали время прогулок. Конечно же, мы смотрели на поведение питомца. То есть, если Бадди проявлял меньше беспокойства, мы оставались гулять подольше. Ну до вчера и сегодня лил. Поводок на первых наших прогулках тоже был достаточно короткий, для того, чтобы в случае чего мы могли схватить Бадди и сунуть его, например, в переноску, если он испугается и запаникует. Здесь, я думаю, понравится. Что, Бадь, понял, да, что здесь прикольненько? Да, Попинь? На, Попинь. Он возбуждён. Он не хочет пить. Там просто трещинки, он туда продувает, смотрит. Могут ли внутрь жить? Турненькие Бадди тоже очень понравились. И в отличие от нас с Викой, Соболь довольно уверенно себя на них чувствовал, подтягиваясь на передних лапках. Блин, он сейчас упадёт. Да не упадёт он, давай. О, Боже, Бадь. Кажется, ему там хорошо. Блин, у меня на объектив попала эта вода. Сейчас у Бадди уже трёхметровый поводок. Поскольку мы изучили поведение Бадди и понимаем, каким будет его следующий шаг. А также Бадди стал спокойнее вести себя на улице, поскольку он привык гулять. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ